приветствую всех с вами сенсей решил такой ролик залить вспомнить все свои ролики пробежаться по играм что собой представляют игры давайте разберемся вместе порассуждаем почему же мы не можем играть в картинке в натуральной картинке от разработчика криворукие рукожопые разработчики или все-таки виноваты amd и nvidia давайте начнем значит вот мой канал 5 плейлистов избранные игры ребята кто сейчас игры ждет все игры которые последние выходили 4 или 5 штук будут они вот эти игры все будут вот это вот это вот это вот это и еще какая-то да еще король артур вышло обновление обязательно залью потому что это лучшая игра после x common а возможно она обе мне нравятся тактические игрушки более тысячи роликов игровых заходите смотрите сначала заходить сюда смотрите есть такой игры нет попросить у меня потому что некоторые просят а игры все есть в избранном софты железа это по железкам по оптимизации игр кстати кто сейчас будет смотреть этот ролик здесь много вы можете подчеркнуть по оптимизации игр кто виноват его и в чем это во первых во вторых здесь есть решейдеры улучшение графики прошивки биосов прошивки биосов nvidia разгона и видео и так далее здесь все есть по железкам вот этот лучший майор вообще плейлист который мне нравится завораживающий лист всех это новые технологии фанаты md nvidia проходите мимо мне здесь желчь ваша не нужна бывший пана фанаты пор милости просит заходите смотрите мы сейчас отсюда из этого плейлиста я вам буду показывать ролики возможно вам будет потом интересно здесь есть также ролики которые будут упоминаться все найдете космос это мои короткие ролики вообще для дела для тик тока но вот сюда все-таки решил залить это полный перевод мой глазами хаббла то есть обалденная вещь только она была без перевода я приклеил привертел полезно и справедливо это все перемешку политика как выглядеть хорошо как похудеть как бросить курить и так далее что и как и все неприятности давайте начнем с того что опять они меня перевернулись технологии я хочу рассказать вам про технологии всем мы их прекрасно знаем генерации кадров я ее очень хорошо поддерживаю это сейчас нужное решение в данный момент но это не решает того чтобы закрыть глаза на картинку генерации тоже дает свои плоды плохой оптимизации я вообще думаю что длсс генерация или фср это все влияет сильно на игру потому что внедрение этих технологий они ухудшают работу игры в натуральной картинке у меня есть оптимизации эксода с метро и там вообще не поймешь какие показатели то есть все прыгает и скачет но как ты начинаешь включать выключать всю эту трясню карта начинает работать не пойми как понимаете на и сбой и она и прыгает и все но подключение длсс все выравнив все ровненько и хорошо все можете посмотреть в софт и железо вот такие технологии как длсс и фср и фрэм генератора мне кажется это только ухудшает и ведет нас в никуда почему потому что эти фирмы они с собой ничего не представляют они вот сидят на жопе они завладели миром они ничего не хотят делать и никому не дают ничего делать понимаете поэтому они как хотят так и воротят кстати где-то я вот длсс 100 у меня можете посмотреть я про него рассказываю есть тоже ролик в новых технологиях я хочу сказать что это вот мне кажется больше больше все таки виноваты а мд и nvidia понимаете на потому что карты никудышные да у нас сейчас выходит такие игры что мама не горюй в это один в темноте у меня тоже есть оптимизация игры которые игры я говорю называю они у меня все есть в софт и железо оптимизация игры ну там по какие-то рукожопники понимаете мне кажется что что скорее всего все примочки левые не могут прикручиваться к старым движкам вот смотрите анрил 5 это просто божественная вещь и многие сейчас туда переходят на анрил 5 и это радует хотелось бы увидеть каташку в анриле пятом но вряд ли она выйдет ведьмак говорят что выйдет в пятом но вряд ли это уже будет ведьмак тоже там что-то не пойми чего какая-то каша я ничего не жду вот сейчас по моему сален хилл что ли выходит да посмотрим что она будет собой представлять но один один в темноте и но просто кусок говна вот 60 70 кадров а лагает как будто в 30 играешь какая разница играть невозможно и никто ничем не торопится понимаете да разработчики виноваты в чем только в одном что их тычут в спину им своими копытцами издатели понимаете которые будут их предоставлять нам сделают дорогой ролик выпинут их давайте подавайте игру и так далее я думаю они во многом виноваты но извините меня вот процессоры да я вот ругаюсь всегда говорю процесс это пять лет вперед до карты отстают на пять лет выходит так что и все мониторы которые нам продают они без надобности потому что это вот на этих процессорах 4090 не может вытянуть 144 кадра понимаете это я вам просто место такое поставил что то есть вы в 144 кадра не можете играть 140 залучить да как я обычно говорю и 140 кадров поиграть на 4090 фулл hd блять в умершем разрешении которое разрешением блять должно умереть давным-давно до сих пор процессоры в нем там тестируют до сих пор в игры играют на и кто виноват не мы виноваты производители карт которые просто пока обогащаются не делают мощные карты и мы не сможем никогда в жизни уйти от full hd вот пожалуйста full hd в этот ролик по названию можете найти выдает 4090 с процессорами которые извините меня не просто много стоит а запредельно дорогие на но карта за 150 тысяч рублей не может вам показать карты и процессор производительность 140 кадров full hd ну извините меня меня 144 герца на помойку такой монитор потому что он не раскрывает 75 герц вот надо брать монитор 75 герц 120 это вообще выше крыши сейчас я в 120 играю потому что я hdr подключаю 10 бит 10 бит у меня надо на порядок ниже спускаться если увидеть хорошие 10 бит 120 конечно я даже не думаю об этом на 3080 даже на об этом не думать извините меня вот 40 90 и full hd при максимум конечно в натуральной картинке конечно и всякой дресни и размытости генерации и так далее мы идем к чему я думаю что все это идет к одному картинка через пять лет будет невидима мы ее не увидим натуральную картинку над которым горбятся разработчики часа и горбятся горбиться не надо понимаете ну а зачем зачем сейчас горбиться если вот зачем они горбились до мишены подключили да вот это все 24 кадра 4k 40 90 какой вам монитор нужен 60 герц 40 90 24 кадра на 70 процентов вот этот ролик я здесь рассказываю что 50 90 это будет такая же говнина она будет на 70 процентов быстрее это я даже 100 прибавил 44 5 кадров будет в натуральной картинкой 50 90 будет игру тащить allen wake 2 45 кадров и мы вот и последнее время я вот слышу да вот эти разработчики рукожопа и так далее да не рукожопа и когда графики нет никакой или ты ее не видишь я не не говорю что он вы плохая графика я ее не видел ребята я графику вам веке не видел я ее просто не видел никто не может ее увидеть натуральную картинку потому что она на 40 90 4k вот 4k я считаю лучшие картинку мы ее не можем увидеть 22 кадра пока мы какую-то хуету не включить чтобы через пять лет нам никогда не угнаться почему потому что гнаться незачем одна линейка повторяет другую вот посмотрите вот и я почему эту игру поставил это лучшее творение которое было не доработано брошено порезано на куски что у нас такое сейчас лучи до лучи это за технологии лучей то есть сразу обрабатывает всю картинку люди в этой игре корячились сами все делали и тени и лучи все прикручивали сами здесь есть все понимаете или почти все это лучшее творение пятнадцатом году эта игра вышла что сейчас вальгалой вы видите да вальгалой она смотрится интереснее да она интереснее смотрится по одной простой причине почему потому что не такая прорисовка как должна быть вот в этой игре все замылишь ты за 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 херачишь генерации и так далее там картинка нам много хуже сам и косяков достаточно недалеко вальгалу ушла от этой игры по косякам до сих пор такая херня вы посмотрите вы место не найдете просто вот чтобы придраться в какому-то месту что картинка вы как вы видели какие по и вы такие по и сейчас видите вообще в одном ассасине вот дрочилку я вижу блять кусок говна вот знаете 25 кнопок какие-то там тузы бубеные прыжки я не могу играть последние игры вот orange у меня есть до прохождение там нет четыре-пять частей если что я вам в конце закину про сасин ну извините меня все я хотел залить про рыцарей к следующей части всегда забываю как я не смог я не смог десяти минут продержаться там надо быть пианистом или сука анонистом чтобы все кнопки сразу там нажимать чтобы делать какие-то приемы я ее бросил вальгалу я тоже пробовал пару частей по-моему заливал там попроще вроде с управлением графики реально не дотягиваю посмотрите если бы эта игра отношение к деталям какое отношение деталь не такого не увидите не не вальгали не последний каких-то играх вот резик 4 там вообще бесподобно бесподобное отношение к деталям ну график там просто кусок говна здесь все хорошо в этой игре все хорошо но поначалу она вообще не работала потом и потом ее вообще порезали вы видели что творится вот у меня тоже есть первый взгляд следующая часть в лондоне вы видели там пустые улицы одни эти вагонетки ездит и все игры превращает в кусок говна почему это не разработчики виноваты виноваты что карта не тянут разработчики сделали идеальную игру для пятнадцатого года это я считаю это лучше это шедевр вот шедевр графики антикс не припомню ни одной игры чтобы сделано так вы видели брызги даже отлитая сделано так с любовью и профессионально они из какой-то говнина перешли вот на этот движок и тут же опосрались конечно виноваты во многом издатели которые но они же каждый год упускали понимаете а это по моему год не успела по моему два года она через два года вышла и еще надо год как смуте ну вот и и вот так это нулю смута конечно выкрутилась она андрил 5 пришла андрил 5 это изумительный движок извините меня вот там видите отражение но нам прожили это все дело с вручную я считаю что мы фипс картинку скоро не увидим я вот тюняшку отдел нас мало но мы в тюняшки многие на моем канале уже до меня поддерживает и это вам респект и кто деньгами поддержите тем более сейчас просто праздники были все без денег доната нет я ушел как говорится в работу на колым и под колым и дежурствами и так далее но ролики будут все игры будут сегодня или завтра я начну заливать поэтому не переживайте про прохождение дальше пусть обязательно буду заливать ролики новые технологии обязательно хотелось бы что-то сделать по софту железу но уж по моему все накидывайте идеи разберемся железом я не богат но как говорится то что есть сляпаем таких боев сейчас не увидишь это вот анимации все это вот если это игру бы годик подождать и допилить она бы была бы шедевром там никакие gta-шки это с пластилиновой графикой там хитманы вы видели там gta пластилиновый хитмана пластилиновый там вообще там нет наполнения мира вообще там пластилиновой картинки то игры неплохие многим зашло вот хитмана у меня только есть револейшн жили как революшн что остальные мне не нравится это хитмана там нет прохождение там просто пусками надо экранами проходить я сейчас не припомню да вот инквизитор тоже неплохая игрушка подправили движок их вот этот новый но тоже извините меня анимация мне нашла мир мне понравился в кризиторе всякого говна насували оптимизация пробивает но нельзя тренироваться на геймерах я считаю что они делают эти тренировки на геймерах понимаете вот геймеры хавает people и все а потом они смотрят править или не править вот смутан чуть подзарабатывать работала раз там патч вышла 104 на котором постоянные вылетли на ну все бы я бросил как я вообще ее заливал даже до сих пор понять не могу прохождение этой игры у меня тоже есть полное будет в конце окно на первую часть это лучшее творение я считаю вот такие игры мыси я сейчас играю старые игры я заливаю сейчас старые игры сейчас вот эти вот убогие фильтры фильтра она накладывает чтобы графика не была видна плохая графика не плавина накладывает фильтра особенно ужастик блять ничего не видать там нет никакой графики потому что фильтр наложили и все тут же калиста там отношение к деталям в калист хорош графики там нет как в резике четвертом то же самое там нет график там хорошее отношение к деталям и меня это радует отношение детально конечно это большая часть больше дает картинки эффекты качество картинки ну вы посмотрите анрил пятый как показывает себя извините меня обалденная вещь местами мне даже кажется она чересчур на ниты рисковатая картинка даже иногда включается из youtube то нормально смотреть а когда сам садишься я редко когда подключаю решейдеры именно к анрилу пятру на резкость ну если конечно разработчики не замыли у всех свои ходы понимаете свои хитрости вот это фильтра накладывает вот эти вот мы мыло на накладывает чтобы скрыть недостатки недочетов вот игра посмотрите какой-то там туман деревья колышется вы посмотрите вы хоть одну игру вспомните вы видели столько народу вот столько чтоб то походили да там дурачки какие-то ходят клоны да так в ведьмаке в третьем везде клоны одни на площади блять одни клоны на там просаживаться будь здоров а эта игра выдерживала да она и сейчас требовательных железу потому что здесь натуральная картинка вы видите вообще максимально все здесь и даже по-моему на 2080 супер я еще здесь колбасил а может на 38 пятнышко не увидите прорисовка просто идеальная идеально конечно нет таких спецэффектов вот он сейчас дерево не мог пройти он бы мог и через листу пробежать чтобы она колос глыхалась но это бы все мы видели бы сейчас фольгале этого ничего нет нету такой картинки последних играх нету она отсутствует это переплевывать любую игру это вот я сравниваю с анрилом пятом на вороченность вот этой представьте сюда прикрутить лучи на технологии лучей она и без лучей выглядит как с лучами и отражение в лужах и все есть и поблекивание и все вот эти прорисовки тени вот это все дает лучи и здесь все делалось вручную я хочу сказать дело в том что полный лохотрон во всем мошенничать конечно очень сильно разработчики очень сильно машин но те которые ребята делают что-то на совесть такие вот игры ну извините меня карты не тянут им приходится урезать графику может быть даже при урезке графики может быть и есть его ухудшение не то что прибавление оптимизация плохая может при ухудшении происходить такие же вещи на почему бы и нет потому что когда вы сделали нормальную картинку издатель вам говорит а эти карты ни хрена не потянут давайте вырезайте и вот они будут вырезать типа генерации кадров половинок половина картинки мы не видим да мы увлеченны играем и так далее но нам нечего сравнить нам никто сравнение не показывает как с генерацией прорисовка идет как без генерации только прокла проплаченные тесты вы не найдете натуральные тесты это маловероятного я пытался генерацию найти ничего вы не найдете но возможно сейчас какое-то время я хотел этим заняться не найти вот какие игры надо играть вы посмотрите анимации вся та же вот пятнадцать пятнадцатого года блять и вальгалла да сколько лет прошло да и вся даже анимации но какие бои вы посмотрите тут рубилово натуральная рубилово и просто жесть разорвать как грелку все нету никакой часа никакого ассасина нет он закончился на моей вот этой лучшей игре я считаю то что ну косяков не конечно хватает ну игра была брошена просто урумна смех выходит после нее это лондон из брусок кусок говна блять да ну зато все радовались ой отличная оптимизация все хорошо и прекрасно не понимая того что люди здесь можно сказать в одну игру две впихнули на то есть та игра была сделана в два раза дешевле вот такие дела я хочу сказать что вы не обязательно меня слушать но прислушиваться почему бы и нет потому что я думаю что сейчас сейчас на анриль 4 вы видите выходят игры на старье выходит нерабочие игры я думаю что это первую очередь виноват вот эти прикрутки длсс фср вот это говнину они суют мне кажется эти движки-то и не способны участвовать в этой игре потому что сейчас андрил 5 вышел им ничего не надо никакую хуйню и если что-то прикручено у них она уже внедряется туда уже я слышал фср-ка она уже внедрена в анрил 5 может быть и длсс до внедрение а когда вы сделана игра и потом они нахлобучат вот эти хуевины все она играет теряется вообще потерялась зашкаливает ватность все я показывал на эксотасе можете посмотреть вот такие дела всего добра уберегите себя до новых встреч до новых встреч